Доброе утречко, мои любимые парфюмерные маньяки, маньяки и хомячки. Да-да-да, сегодня я именно с вами буду разговаривать. Ну и со всеми, кто захочет послушать о трех новых ароматах Эйвен и еще одном аромате марки Полисе. Даже не знаю, с чего начать, но, наверное, начну именно с ароматов Эйвен. Одна из новинок, которая меня очень заинтриговала и заинтересовала, аромат из серии. Ну, здесь, наверное, почти все будут из серии. Вот, показываю. И вот он, флакончик. Вот он, флакончик. Или так. Красиво оформлено, очень все мило, здорово. Когда смотрела на странички журнала, решила, что и цена такая, в общем-то, замечательная. И надо попробовать, потому что предыдущие ароматы из этой линейки, они очень яркие, очень такие невероятно насыщенные, густые. И казалось, что это тоже будет что-то такое сумасшедшее просто. Что же у нас здесь было обещано? Была обещана некая черная орхидея, чувственное золотистое гордение и бодрящий горький апельсин. И когда ты все это читаешь, ты, конечно, хочешь все это и найти. И вот как я не искала всего этого. Сейчас еще раз поищу. Вдруг что-то было не так. Вдруг погода была не такая, было солнце. Ожидаешь чего-то этакого. Вот этакого, сумасшедшего. В результате получаешь очень нежный, очень милый, сладковатый аромат. Такой вот, ну не хочется сказать ни о чем. Но как-то маяк уже его моментально съедает. То есть вообще практически я его тут хорошо все чувствую. Десять минут, и потом куда-то он улетучивается. В общем, слишком хорошо его разбавили, наверное. Не сравнить совершенно с другими своими братьями и сестрами. Хотя сам флакончик очень достойный, очень красивый. Все так сделано замечательно. Ну вот. Еще раз и ничего. Он просто исчезает с кожи куда-то. Что у меня с кожей не так? Поэтому будем считать, что это чуть-чуть разочарование. Ну, как частенько бывает, когда ты покупаешь все вслепую и не знаешь что и как. Еще один аромат мне не понравился в начале. Ну вот, вчера я еще раз подошла. Такой аромат под названием Петит. А сам флакончик довольно миленький. Ну, конечно, это все пластик и все такое вот. И что у нас там? У нас якобы это какое-то новое издание. Якобы он был раньше, а теперь как бы переиздание. Там груша в верхних нотах, цветочные ноты и мускус. Ну, такой цветочно-фруктовый. Меня пугал всегда мускус, когда он так явно заявлен. Думаю, ну, опять будет мускусить. Мускус на мне как-то не очень. Ну, вот все равно. Он, конечно, получше, чем в самый первый день мне показался. Но все равно... Тогда он, кстати, очень ярким ощущался. Сейчас он такой понежнее. Или у меня сегодня что-то с обонянием. Ну, он такой свеже. Даже, можно сказать, заявлен как цветочно-фруктовый. Но он какой-то... Такой даже водной ноты какие-то именно. Акватические. И что-то такое совершенно... С долей вот даже, скорее, не цветов, а все-таки каких-то фруктов. Как для меня цветочный аромат мне очень нравится. А здесь, скорее, такой вот... Наверное, все-таки ближе к каким-то... Почему-то сразу рисуется какая-то дыня, арбуз. И вот какое-то сочетание таких мокрых фруктов, водянистых. Ну, тоже, в общем, честно говоря, не хочу обижать. Но как бы и ничего особенного. Я понимаю, что невозможно... Почти в каждом каталоге выходят какие-то новые ароматы. Иногда даже не один. И невозможно создавать шедевры. Такая нормальная водичка. Цена, по-моему, тоже была у нее такая очень-очень нормальная. Но как бы... Как бы ничего особенного. Боюсь, что сегодня у меня почти все ароматы из серии как бы ничего особенного. О чем рассказывать? Зачем рассказывать? Ну, просто поговорить с вами хочется. Следующий аромат. Это уже второе. Или даже... Даже не второе. Если смотреть на странички фрагрантики. Все ароматы Эвы. На их там больше 300 чем-то наименований. То эта серия какая-то Сурриал. Она уже, так сказать, там представлена довольно многообразно. И вот новый какой-то вариант вышел со словом Исланд. Такой вот. Красные фрукты. Жасмин, белая фрезия, пион, бобы тонко. То есть должен быть достаточно цветочный. Но вот красные фрукты в начале. Или ягоды. Скорее всего, когда красные. У меня даже ассоциация с ягодами. Потому что они более яркие, более резкие. Так, вот даже мы нанесем. А давайте мы нанесем на маленький кусочек. Оторвем маленький кусочек бумажки. То сколько же можно на себя-то наносить? И да, вот он в стиле эскады. Кто знает эту марку? Это что-то яркое, громкое, кричащее. И, конечно, вроде бы и позитивное, если у тебя недостаток витамина С в организме. Но и бутылочка хорошенькая, в общем-то, такая веселая, позитивная, яркая. Но уже тоже, наверное, что-то из серии, что мне или надоело, или и не нравилось. Потому что вот эта яркость, она... Потом она, когда развеивается немножко на ветру, она довольно-таки неплохо, наверное, на тебе ощущается окружающими, как корзинка с фруктами. Кстати, сейчас вышло новое аниме. Замечательное. Просто посмотрите первая серия переиздания. Мне тоже хочется сказать, но так и есть. Она была какого-то там в 80-х годах, наверное, или 90-х. А теперь вот в 2019-м стали снимать заново. Вышла первая серия про девочку, которая встречается со всеми знаками зодиака, китайского гороскопа, которые в виде людей. Но если она их обнимает, они превращаются в тех зверей, которыми они являются. И вот как она пытается их примирить между собой, потому что у них там глобальная семейная ссора между этими знаками. Очень милое аниме. Они всегда такие необычайно милые, добрые, позитивные, музыкальные, красивые. Кстати, в старой версии сериала была потрясающая музыка. Как в этой, не знаю. А, еще один аромат. Я как-то его пропустила, но вот он у меня здесь лежит. Вот, меня попросили потестировать Мэри Кэй аромат под названием киви, по-моему. И я до него добралась. Заказали вот такой. Нашла у нас представителя Мэри Кэй в Риге. И взяла вот такой маленький небольшой отливантик. И тоже ничего не могу сказать положительного. Наверное, потому что само название киви предполагало, что это должно быть что-то связанное с этим фруктом. Но это далеко вообще и близко там не валялось, что называется этот фрукт. И он тоже оставил меня в некотором недоумении. Я помню, что там были заявлены ноты морской вот этой соли, мертвого моря, чего-то еще такого. Но мне здесь больше какой-то перчик. И какой-то он странный. Он такой вот не как духи, которые ты в своем воображении себе примерно рисуешь, что они должны из себя представлять. То есть они должны быть либо очень такие цветочные, женственные, либо в старом стиле такие яркие, шлейфовые. Либо в конце концов какой-то моноаромат там с ярко выраженным каким-то фруктом, цветком или что-то еще. Ну вот здесь непонятно что. Просто непонятно что. А учитывая цену, по которой продаются полноразмерные флаконы, вообще непонятно зачем. Уже вопрос непонятно что, а непонятно зачем это делается. Нет, увы, к сожалению, никак он меня не зацепил, не вставил никак. В общем, ничего не произошло интересного с этим ароматом. Ну, это чисто мое мнение, поэтому кому они нравятся, я не спорю. Нам всем нравятся очень разные непонятные вещи. Мне, например, нравятся духи из серии таких вот смешных черепушек. И у меня уже, по-моему, один или два есть. И когда была возможность, заказала по очень такой доступной, приятной цене еще один аромат. Черепушка, конечно, это что-то. Это вот этот аромат марки Полисы. Вот сама коробочка такая. Полис Туби. Из описания казалось, что тоже будет что-то очень яркое. Но из всех вот тех, о которых я вам сейчас тут пытаюсь рассказывать, наверное, все-таки он для меня лучший. 2016 года. Это, наверное, не этот. Нет, этот должен быть, потому что описанием мандарин, груша, анис. Вот анис. Анис, жасмин, гордения, ваниль, там, кедра, амбра, пачули, как всегда. Здесь хорошо чувствуется анис и ваниль, которая такая вот немножко горьковатая, стручковая ваниль, не сладкая кондитерская. Но только тоже опять все очень такое разбодяженное, очень все слабенькое. И мой нос все время пытался уловить, вернее, улавливал какие-то знакомые нотки. И я думала, ну чем же мне, чем же мне, что это мне напоминает? И вспомнила, что у меня есть аромат совершенно замечательный. Аква Ди Парма Блу Мэ Ди Те Ронео. Ну, в общем, как-то так показываю. И он тоже с анисом. Почему вот мне этот был аромат интересен? Ну, такой смешный флакончик. Что он вот с таким ярким анисом. И я думала, что мне не понравится анис в аромате. И он мне понравился. Это было так необычно. И с анисом очень мало на самом деле ароматов. Может быть, раз-два я обчелся. Я не думаю, что они делали специально, так сказать, по мотивам. Скорее, так получилось. И вот этот легкий анис, здесь он еще легче. Немножко мне напоминает вот этот аромат. Вот ваниль и анис в сочетании. И причем такая ваниль немножечко действительно не кондитерская. Остальное все куда-то улетучивается. Все, что там описано, забудьте. Тут ни груши я не чувствую, ничего. Ну, вот эта ванильная такая. Анис ваенка позиция здесь присутствует. Вот такое вот еще одно забавное приобретение. Ну, хотя бы именно потому, что смотрится забавно. Хотя идея непонятна. Почему думали, что нужно вот так вот что-то сделать. Ну, очевидно, чтобы привлечь внимание. Из серии, чтобы привлечь внимание, конечно, я думаю, что очень многие ароматы оформляются как-то оригинально. Или вот есть две категории ароматов, которые на самом деле оформляются очень оригинально. Я думаю, что пора уже снять какое-то видео на мою любимую тему красивых флакончиков. То есть каких-то необычных, красивых. Вот прямо загорелось. И я думаю, что это будет намного интереснее, чем то, что я вам сегодня тут рассказываю. Или они тогда уже в таких простых, прямоугольных, строгих, без каких-то либо лишних элементов украшения именно отсылают нас к содержимому и говорят, вот, обрати внимание, он сам такой строгий и простой, но какое у него наполнение невероятное. Да, пожалуй, так оно и есть. Я сейчас смотрю, тут у меня на столике стоит, потому что я вряд ли им когда-либо буду пользоваться. Мне вот понравился флакон вот этот, я уже о нем рассказывала. Амерта Марка, очень бюджетная, дешевая, назывался он что-то там об отце, какое-то название такое. Ну, просто настолько для меня ретро и старомодное, что я просто не могу им пользоваться. И вот он стоит. Но флакон просто для меня, вот слово просто, я тоже уже несколько раз сказала, это мой очередной паразит. У меня есть слово «достаточно», «просто» и что-то я еще часто произношу. Вот, вот такой вот потрясающий флакон, и он у меня просто стоит как украшение. И не выкинуть, и не воспользоваться. Я думаю, что я никогда не дорасту, или наоборот, ничего со мной не произойдет такого, отчего бы этот флакон мне захотелось открыть и на себя наносить. Но изумительное оформление. И я как визуал, я вот просто иногда западаю на красивые флакончики. И сейчас только вчера, когда не спалось так, и опять изучала, что там есть интересного на сайтах, и нашла очередные какие-то потрясающие флакончики, лучше вообще об этом вам не рассказывать. Не позориться, что это для меня такое невероятное искушение совершенно. Ну, это тоже, кстати, по-своему такой с бантиком смешной. Есть еще один такой с татуировкой. В общем, парфюмерная промышленность не стоит на месте. Она там все время что-то изобретает, искушает нас. И, конечно, реклама во всех этих журналах, когда ты тоже вот смотришь всякие вот эти вот всякие журнальчики, это просто ужасно. Надо, я не знаю, куда-то уехать в лес и запретить привозить вам почту, чтобы подальше от этой цивилизации. Иначе это процесс, который очень сложно остановить, как снежная лавина. Попробуй ее установи. И она уже начала с горы куда-то катиться. И ты хоть и пытаешься как-то иногда себя тормозить, и все равно это не получается. Я себя ругаю часто за необдуманные покупки. Но любопытство и желание что-то опять вот такое новенькое подержать в руках, оно пересиливает. Я думаю, что, наверное, у многих, особенно кто склонен к некоему шапоголизму, это тоже присутствует. И, наверное, может быть, с этим и не надо бороться, потому что это доставляет нам всем минуты радости и удовольствия и потом часы сожаления и вины. Ну, надеюсь, что все не так плачевно, как я вам тут пытаюсь рассказать. Ну, вот такая у нас небольшая, в общем-то, болталка, потому что как-то ничего меня не зацепило особенно из-за этого. Но сам процесс покупки, ожидания, попытки подружиться, попытки понять суть этих ароматов, может быть, действительно надо на какую-то другую погоду, на другое настроение, но они есть и хорошо. Хочется сказать, чего я вам желаю, чтобы у вас тоже все было, и было вам от этого хорошо. Всего хорошего, пока-пока, до следующих встреч. И я думаю, что, наверное, на самом деле надо снять видео, которое мне будет приятно снимать, потому что оно будет про красивые флакончики. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok